Всем привет, друзья! Ну что, я рада подвести итоги коллекции Silver and Gold. Да, на моем канале есть такая традиция, что мы собираем в одном видео все товары каждой коллекции, чтобы удобно было и искать, и смотреть, что же нам предлагает Fixed Price. И в сегодняшнем видео я вам покажу все золотистые и серебристые изделия, которые есть в продаже. Чуть-чуть захватим и товары из других серий, но все равно в единое целое они смогут вписаться. Ну и, конечно же, сейчас перед Новым годом нельзя обойти стороной вот эти новогодние кружки. Я вам уже их показывала не раз, но так как они есть в продаже в магазине, то не упомянуть их я считаю просто невозможным. Да, кружки стоят 299 рублей, но при этом по сравнению с другими магазинами с Алиэкспрессом, Валберес, Сенсей, Зарахом и подобные другие масс-маркеты все равно в Экспрессе выходят дешевле. Но качество мне понравилось. Я себе купила кружку с оленем, очень нравится. Единственное, что жалко, нельзя использовать их в микроволновке за счет вот этого металлического слоя. Маленькие зеркала тоже сейчас продаются в Экспрессе за 99 рублей, при этом они бывают и в серебре, и в золоте, так что все сочетается. Маленькие доломитовые вазочки бывают в нескольких формах, более продолговатые, более пузатые, бывают с геометрическим рисунком в виде вот таких ромбов. Выглядит интересно, стоит 249 рублей. Единично вазы, в принципе, тоже неплохо смотрятся, но мне понравилось, как они смотрятся в группе из нескольких штук, двух, трех. Можно, например, купить вазы в золотом или серебристом цвете, но при этом с разным декором. В видеообзорах формата «Есть идея, есть фикс прайс» я вам показывала подобные изображения для вдохновения, так что, если не видели, переходите, смотрите, может что-то вам и понравится. Очень эффектно из этой коллекции смотрятся металлические подсвечники за 249 рублей. Тоже они все в геометрическом дизайне и бывают также и в серебре, и в золоте. Эти подсвечники можно использовать как для маленьких чайных свечей, можно поставить и большие свечки, но при этом нужно подумать салфеточку, либо подставочку, чтобы воск стекал. Мне понравился дизайн, к сожалению, пока они мне по своему внешнему виду никуда не вписываются, но по сравнению с тем же самым Алиэкспрессе, повторюсь, в Алиэкспрессе сейчас выходит покупать намного дешевле. Еще один интересный подсвечник. Это подсвечник вот с такими стеклянными стенками. Цена 299 рублей. Сюда, конечно же, можно поставить обычные свечи, светодиодные свечи. Можно использовать в качестве основы для искусственного флорариума и делать какие-то композиции. Сейчас перед Новым Годом туда можно поставить маленькую елочку, засыпать искусственным снегом, поставить игрушечного оленя и получится своеобразный новогодний декор. Еще один популярный товар, который сейчас отнесен к этой коллекции, но вот эти зеркальные подносы впервые появились в продаже в прошлом году, когда еще этой коллекции Silver & Go еще не было. Но посмотрите, как все классно сочетается. Раскупает подносики быстро, и я считаю, что они вполне неплохие по своему качеству. Поставить духи, косметику, просто использовать в качестве декоративного предмета. А еще я видела, что красиво делают панно при помощи этих подносиков. Просто вешают на стену в количестве нескольких штук и смотрятся эффектно при соответствующем оформлении интерьера. Еще одним оригинальным товаром из этой коллекции с геометрическим дизайном я могу назвать фоторамку. Фоторамка для фотографий 10х15 см стоит 249 рублей. Посмотрите, как интересно она оформлена. При этом сюда можно вставлять не только фотографии, можно засушить какие-то растения, можно распечатку вставить, можно использовать искусственные растения и сделать такую композицию. Выглядит довольно интересно. Из скандартного ассортимента фикс прайса сюда же можно отнести и большую фоторамку размером 21х30 см. Стоит она 149 рублей, несмотря на то, что она сюда не заявлена как товар этой коллекции. Но так как она в золотом цвете, почему бы ее сюда и не добавить? А еще вот эти зеркала с крючками за 249 рублей. У нас их в продаже очень много, особенно много в магазине по улице Восстания. И если решите собирать какой-то комплект из подобных аксессуаров декоративных, то есть из чего выбрать. Одна из самых полезных вещей этой серии подвесной органайзер с полочкой, с различными зажимами. Представлено был только в золотистом цвете у нас, насколько я помню, стоит 299 рублей. И этот органайзер можно повесить над рабочим столом, сюда какие-то заметки прикреплять, какие-то мелкую канцелярию, например, складывать. Можно повесить где-нибудь над туалетным столиком и также туда какие-то маленькие баночки ставить или использовать в качестве подставки под украшения. Еще один товар, который сейчас пользуется в популярности в преддверии праздников, это, конечно же, стеклянная шкатулка. 249 рублей цена представлена и в серебре, и в золоте. Шкатулка интересна сама по себе. Можно использовать для хранения бижутерии, косметики, канцелярий. Но и в подарок в качестве маленького презента кому-то преподнести тоже вполне возможно. Но главное упаковать еще дополнительную, какую-нибудь оригинальную упаковку. Дополнение к тем вазочкам, которые я вам показывала в предыдущем видео, можно приобрести из татуэтки. Декоративные фигурки, они также из доломита, стоят 199 рублей. Они выполнены в виде силуэтов мужчин в цилиндрах и продаются также в золотом и серебристом цвете. Заметила, что довольно часто в наших магазинах покупают эти фигурки. Еще один вариант фоторамок. Это фоторамки 10 на 15 сантиметров. Тоже не из этой коллекции, но прекрасно впишутся. У них декор по самому металлическому периметру, как будто чеканка, и бывает она разных дизайнов, стоит 79 рублей. Декоративные искусственные веточки. Отдаленно напоминают какие-то листья пальмы, покрытые, например, золотистой и серебристой краской. Издалека смотрятся очень эффектно. Вблизи, конечно, можно разглядеть какие-то недочеты, но если делать какие-то композиции, видела, что делают большие такие настенные картины панно и приклеивают такие листочки, у кого фантазия работает на ура, можно придумать очень много интересных вещей. Цена веточки 199 рублей. Вот эти круглые подвесные зеркала тоже не новинка. Я покупала их в прошлом году за 199 рублей, и пока цена на них держится. Универсальное зеркало. Я вам уже не раз показывала фотографии, как можно красиво оформить стену, если использовать несколько таких зеркал. Кто-то покупает их в качестве основы для декоративных экспериментов, и я считаю, что такие зеркала имеют место быть, и цена для них вполне приемлемая. Еще одна оригинальная и красивая вещичка. Ваза за 249 рублей. Ваза в металлическом основании. Она как будто переплетена вот такими металлическими ветками. Стеклянная колба. Можно использовать не только в качестве вазы, можно использовать в качестве подсвечника, например, для светодиодных свечей. Будет очень красиво. В качестве подставки для канцелярии, для косметических кистей. Вообще ваза выглядит эффектно. Еще один вариант фоторамок этой коллекции. Квадратные подвесные фоторамки за 249 рублей. Вообще это уже готовый предмет декора. Даже вот с этими изображениями. Можно, конечно же, их заменить. И так же красиво они будут смотреться в комплекте из нескольких штук. Особенно выигрышно будут выглядеть они на однотонных стенах. Ну и самым последним из этой серии появились светильники. Из-за этого я долго и задерживала выход этого видео подведение итогов. Потому что светильники являются очень интересным атрибутом этой коллекции. Стоят они 299 рублей. Светильники обычные, светодиодные. Внутри проволочная гирлянда. Питаются они от батареек. Но при этом выглядит эффектно даже при невключенной вот этой гирлянде. Есть несколько форм этих кристаллов. Заостренные со срезанной вершиной. Выглядит интересно. У кого, так же повторюсь, соответствует подходящий интерьер. Выглядит очень и очень красиво. Ну что, друзья. Вот и подошло это видео к концу. Подведены итоги. Пожалуйста, напишите в комментариях, ваше отношение к этой коллекции понравилось, не понравилось. Вдруг что-то покупали. Что вам согрело душу. Какая-нибудь из этих безделушек вам запала в душу. Что вы не смогли мимо нее пройти. И также напишите в комментариях, поддерживаете ли вы мою идею вот таких видео. Где в одном обзоре я собираю все товары одной коллекции. Удобно ли вам такие видео смотреть. Я всегда жду вашу обратную связь. Ваши комментарии и отзывы. Пожелания всегда для меня играют большую роль.